Резидент Камеди Клаб рассказал, как повлияло на него назначение товарища по КВН-овской сцене на пост президента Украины. По словам шоумена, все его достижения и цели вдруг потеряли всякий смысл. Ведь, казалось бы, такой же артист, как он, теперь руководит целой страной. 46-летнему Гарику Мартиросяну грех жаловаться на карьерные неудачи. Сегодня экс-КВН-щик, продюсер нескольких телепроектов, популярный ведущий и киносценарист. Недавно шоумен, который почти перестал выступать в юмористическом жанре, решил вернуться на сцену в новом эмплуа и теперь колесит по стране с сольным стендап-концертом, получая восторженные отклики поклонников. Однако Гарик признался, что не считает новый карьерный виток большим прорывом. Владимир Зеленский лишил смысла жизни всех КВН-щиков. Шутя говорил артист в шоу просто о сложном Софико Шеварднадзе в Яндекс.Эфире. Как-то ко мне приходят Руслан Белый и Тимур Каргинов и говорят, давай тебе сделаем стендап-концерт. Я такой радостный соглашаюсь, давайте классно. Я один выступаю на сцене впервые. И тут по телевизору говорят, что Владимир Зеленский выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины. Все мои проблемы мгновенно превратились в микроскопические. Думаю, ну могу сделать концерт, а могу и не сделать. Какой смысл? Чем занят ты и чем занят Владимир Зеленский? Человек руководит гигантской страной, а ты думаешь, зайдет ли завтра твоя шутка про Пугачеву или нет? Впрочем, ведущая напомнила шоумену, что когда-то и он пытал счастье в политике, причем задолго до назначения Зеленского. В 2007 году Мартиросян баллотировался в парламент Армении. Это дико смешная история, отнекивается Гарик. Мой брат в какой-то момент решил создать свою молодежную общественную организацию, которая переросла в партию. Он говорит мне, про нас никто ничего не знает, а в нашем партийном списке должны быть люди, которые привлекают внимание. И они начинают рекламировать, что среди них есть Гарик Мартиросян. А я не хотел становиться депутатом. За две недели до выборов мы собираем пресс-конференцию и я говорю, дорогие журналисты, проблема в том, что я шоумен и все было сделано для рекламы. Я выхожу из избирательного списка. Артист вспоминает, что некоторые тогда расстроились, услышав его заявление. Оказалось, что кто-то надеялся проголосовать именно за Гарика, однако он сделал выбор в сторону творческого развития. Сейчас звезда планирует запустить собственное шоу на YouTube, в котором на пару с Семеном Слепаковым будет писать музыку исполнителям.